так как бы эту картинку того вовсю открыть открыть оригинал сейчас так что он пишет всем привет со мной все ок есть конечно так сказать после того как произошло полномасштабное вторжение рф в украину и началась война ну хоть не сказал хоть такие слова подбирает все мои проблемы с здоровьем которые накапливались очень долгое время по разным причинам было много всплыли наружу плюс ко всему этому ужаса которые произошли за время войны но про бучу уже давно было рассказано судмед эксперт английский приезжали они определили причину собственно говоря и несостыковки которые происходят в буче он же наверняка не знает ни бучу не ирпень в мариуполе творился пиздец это да я могу подтвердить но опять же он не просто так там происходил потому что основная концентрация нацистов которые на крышах и в детских садиках засели и станков сорты хуярили она именно там и было но буду про бучу ирпень не разбираясь ситуации говорить речь мэра буча который должен был высказаться по всему пиздецу которая была от первого получается чего марта что ли марта нет месяц солдаты находились значит получается от 1 апреля мэр буча вышел и с радостным лицом на позитиве сказал что все хорошо вот естественно если бы всплыла ну наружу то что якобы там произошло он бы естественно рассказал плюс фейки потом изнасилованием какие-то там про по зверствам их опровергла украинская омбудсмен который отстранен сейчас за данные показания получается проверка случае насилия вот и плюс еще судмед эксперты приезжали которые определили причину смерти артиллерия вот так что тут все так складывается буча ирпень мариуполь харьков кременчуг 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 и винница ну куда она в этом блять в кременчуге то попал она попала в железнодорожный завод в стратегические объекты попала по боеприпасам которые пизданулись это с камер видеонаблюдения видно сначала она просто летит взрывается раз нахуй потом боеприпасы ебашит или горюче смазочные материалы не знаю что там было но может горюче смазочные материалы скорее всего потому что торговый центр который рядом стоял с оружием или с горюче смазочными материалами его повредила взрывной волной и естественно этот торговый центр сгорел сама получается ракета попала в получается железнодорожный завод вот в чем прикол торговый центр если бы преднамеренно и так по торговому центру удар был бы то там бы целые полки не стояли типа таких таких фоток с торгового центра очень дохуя в интернете и там видно все на полках стоит бутылочки блять баночки консервные все идеально стоит ничего не упало с нижней части была взрывная волна пожаром пиздануло да возможно как раз таки из горюче смазочных материалов которые туда в огромных количествах уебашили получается так ну ладно дальше что он пишет ударили по моему здоровью ну да жалко пацана конечно жалко но он же опять пишет буча ирпень кременчуг и винница не разбирая ситуации они же не просто так там удары получается шли не просто так и кременчугу она завод железнодорожный который именно он был разъебан а торговый центр половина точнее торгового центра осталось абсолютно невредимой но события страшные да но буча и ирпень там были страшные события получается не такие как их описывают и так понятно уже можно было догадаться очень сильно из-за всего этого переживаю ну конечно блять ракеты летают не переживать то снимать новые видео не смогу поэтому сейчас занимаюсь лечением стараюсь хоть как-то немного от этого отвлечься ну да вот эти воздушные тревоги посреди ночи там давай в бункер туда-сюда их же просто раздраконивают им психику просто ломают вот плюс они еще постоянном страхе живут естественно ну я понял про что он написал не я думал прямо на какая-то прям такая ситуация у него ну понятно дело со здоровьем я думал что там опять что-то летать на чего нет вроде ничего не летает пока так он на две недели опоздал когда в дом сообщил дом профсоюзов прилетела он опоздал кстати торговые центра винница загорелся не потому что его там бабахнуто от пожара там говорят там в торговый центр попала ну если бы в торговый центр попала от него бы ничего не осталось это блять во первых там была бы дырка просто в земле это да есть такой факт вот а во вторых ну взрывная волна плюс пожар и получается торговый центр загорелся да потому что но если бы прилетела туда ракета там все произошло бы гораздо быстрее суть операции две задачи разоружение войск и деноцификация населения и все вот суть заключается в двух задачах и все